Когда Иисус сидел на Оливковой горе, ученики подошли к Нему и спросили Его наедине, «Скажи нам, когда это произойдет, и какое знамение укажет на Твое возвращение и на конец нынешнего мира?» Иисус ответил им, «Смотрите, чтобы никто не обманул вас, потому что многие будут приходить под Моим именем, говоря «Я Христос», и многих обманут». Вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, но пусть вас это не пугает. Все это должно произойти, но это еще не конец, потому что народ поднимется на народ, и царство на царство. В разных местах будет голод и землетрясение, но все это лишь начало родовых схваток. «Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за Меня». Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. Появится много лжепророков, которые многих обманут, «И от умножения зла во многих охладеет любовь. Но тот, кто выстоит до конца, будет спасен». Радостная весть о царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для всех народов. И только тогда наступит конец. «Итак, когда вы увидите на святом месте опустошающую мерзость, о которой говорил пророк Даниил, пусть читающий поймет, тогда те, кто находятся в Иудее, пусть бегут в горы. Кто окажется на крыше, пусть не спускается в дом за вещами. И кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. Горе же беременным и кормящим грудью в те дни». Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу. Потому что таких бедствий, как в то время, не было от начала мира и до ныне, и никогда больше не будет. И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных они будут сокращены. Если кто-нибудь вам тогда скажет, «Смотрите, Христос здесь или Он здесь?», не верьте. Потому что явятся лжехристы и лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, даже избранных. «Смотрите, Я предсказал вам наперед». Поэтому если кто скажет вам, «Он там в пустыне?» «Не ходите!» «Или Он там, в потайной комнате?» «Не верьте!» Потому что как молния, которая, сверкая с востока, бывает видна и на западе, так будет и возвращение Сына Человеческого. Где будет труп, туда соберутся и стервятники. Сразу же после бедствий, которые будут в те дни, солнце померкнет, и луна не даст света. Звезды упадут с неба, и небесные силы поколеблются. Тогда на небе появится знамение Сына Человеческого, и все народы Земли зарыдают в отчаянии. Они увидят Сына Человеческого, идущего на небесных облаках с силой и великой славой. Он пошлет Своих ангелов, и те под громкий трубный зов соберут Его избранных с четырех сторон света, от края и до края небес. Пусть для вас примером будет инжир. Когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. Так и здесь, когда вы увидите, что все это сбывается, знайте, что он уже близко, у самых дверей. Говорю вам истину. Еще не исчезнет это поколение, как все это произойдет. Небо и земля пройдут, но мои слова не пройдут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова